Ну, здравствуй! Golden Time International Distance Festival. Доставили удовольствие чтением, слушанием. Хочу сказать, что мне это нравится. Нравятся интересные работы, видно. Приятно видеть молодые детские лица, устремленные в искусство, наполненные оптимизмом и талантом. Главное, что из них вот это идет. Они хотят это показать и даете прекрасную возможность. Отправить просто небольшую запись куда-то там, за 39 дней, в Лондон, Сан-Франциско, в Москву. И показать нам и многим другим, кто может поставить лайки. И просто посмотреть количество просмотров, вы тоже отмечаете, правда? Сейчас вы слушаете музыку. Это из вашего репертуара. Играет Ольга Танцка. Концерт Бортнянского. Сложная вещь. Играет в очень хорошем темпе. Слитно. Очень четко с оркестром. Чувствует его присутствие. Вписывается. Получается великолепный оркестр. И нужный ритм. Она подхватывает его, чувствует. И эмоциональность ее просто удивительная. Серьезным лицом она играет не только очень серьезно. Много очень высоких эмоциональных переходов. Молодец. Мне кажется, что это находка вашего, вашей этой сессии, вашего конкурса. Я поздравляю Танечку. И думаю, надеюсь, что у нее и дальше будут хорошие педагоги, которые выведут ее на международную сцену. Спасибо вам, педагогам в первую очередь, и родителям, которые заметили и помогают развивать талант своего дитя. Второе, что мне хочется отметить, это дуэт «Грани». Михаил Бело из Белозеров «Такое дерево». Ну да, такое дерево, и он не хочет быть другим. И это главная философская мысль. То, чего так не хватает нам в нашем замордованном мире, где людей сводят к рабам, слугам и не позволяет развиваться ни самостоятельности, ни чувства собственного достоинства, ни этого стремления вверх, вперед и выше, как в двух капитанах Каверина. Здесь эта философская притча артистична и выразительна, а личность и ее стремление вверх передана этим талантливым артистам. Я хочу тянуться к небу, что может быть выше. Только прекрасное исполнение. Вам, Михаил, это удалось. Поздравляю. Рад за вас. У вас светлое будущее, если вы будете идти по этому пути. Не просто актерского мастерства, но умению выбирать для себя то, что отвечает вашим духовным устремлениям. Еще раз поздравляю. Дальше. Богдан Климчук. Железный характер. Это тоже педагогическая притча. Мне страшно понравилось, потому что я не часто встречал в жизни такой урок. Урок жизни для маленьких... Я же не знаю, как сказать. Маленьких людей, не имеющих души, черствых, не понимающих, не чувствующих другого человека, стремящегося к добру, которое он хочет делать плеткой. Как говорила моя мама когда-то в тяжелые военные годы, я сделаю... Я вас вороний рог сверну, но сделаю счастливой. Нет, это не тот путь. Этот маленький рассказик, маленький спектакль, удачный, юмореско-актерский, сделан великолепно. Мне страшно понравилось. И я рекомендую Богдана в лауреаты. Думаю, что многие присоединятся ко мне, и Богдан будет радоваться через некоторое время. Вперед и выше! Дальше. Очень понравился мне рассказ Юлии Смирновой-Романовой «Помада». Это такое состояние женщины глуповатых, душевное состояние человека, который пытается найти себя не в том и не там, где надо. Рассказ безукоризненно профессионально написан, со многими деталями, вниманием к мелочам, из которых выстраивается ситуация и характер. Сделано профессионально, но, признаюсь, читать было трудно, потому что немножко быстро для меня. Хотелось остановиться, задуматься. А потом, когда останавливаешь экран, страница тут перелистывается, недочитанная, ненавиденная вообще до последних строчек страниц. Это, по-моему, дефект технический, но мне удалось уловить то, что это интересно и талантливо. Поздравляю и туда, вверх, награду. Далее тоже чтение Александра Миловидов. Армейская история. Читает, должен был прочитать рассказ о Пушкине. На «Армейском вечере», а перешел на какие-то сплетни о характере, о Пушкине, как о человеке в той среде. Не понял, рассказ свой ли? Или чей-то? То есть его функция только прочитать, актерская, или это авторское чтение? Если это авторское чтение, то это десятка и тоже заслуживает награды. Если это чтение чужого рассказа, то это сделано неплохо, артистично запоминается, смешно. С нее отсоздал, смелся я. И, в общем, почему нет? Тоже рекомендую к награде. Шестой персонаж. Михаил Евгенедин. И Хелонегин читает Чехова, классику, толстые и тонкие. Но читает так, изображая этого униженного и оскорбленного, раба, рабишку, что хочется похлопать. Да, хочется поаплодировать, потому что вот этому удалось передать это вот подлинненькое. Вот закончился концерт. Молодец, девочка. Подлинненькое это состояние униженности, из которого не вытащишь ни его, ни эту страну еще сто лет. Вот это про нас. Про нас, которые до сих пор непроизвольны. Ему говорят, да ладно, друг, да мы же товарищи. Говорит ему толстый, а он еще ниже, еще ниже. Он не может подняться над этим. Не хочу сказать, что это русское, национальное, но это сегодня черта моего народа. Непреодолимое. Не успели ее преодолеть. Не хватило в мозговой элите общества сделать что-то, чтобы вырваться из этого жуткого состояния. Это нужная вещь, ее нужно поднять, поддержать и наградить. Ну и теперь к живописи. Коротко. Елена Амелий. Меня затронуло не хумусом на тарелке. Не вдохновил. А вот философский калаш с лестницы из преисподней в душу в небо. В душу, вернее. В душу, вокруг которой летают яркие голубые синие бабочки. Это здорово. Это по-далиевски. И это с мыслью. Вот эта мысль, она очень очевидна, видна. Это тоже вперед и выше. Это стремление человека к себе, к личности, к яркой, светлой, доброй. С голубым небом, она ассоциируется с ей бабочками, ассоциируется нечто воздушное, прекрасное. Хороший порыв, хорошо сделано. Поздравляю. Ну и последнее, что обратило на меня внимание, это карандашный двойной портрет пожилых людей Оксаны Федотовой. Великолепно. Великолепно не только по исполнению, но и по замыслу. Это дуэт, это разговор, это общение. И мы чувствуем, видим не только их профили, выписанные изящно. Я подозреваю, как я почувствовал, это некий разговор. Я даже почувствовал содержание, по крайней мере, эмоционально ощутил это движение между ними. Не очень веселое, но позитивное, доброе. А детская озорная головка вторым, ну это просто прелесть. Это сделано легко, изящно, озорно, с передачей этого настроения, этого озорства во взгляде. Это нечасто удается новичкам, которые берут в руки перо или краски. У них, как правило, все это застывшее. А здесь у вас живое, очень яркое. Я очень порадовался за вас. И желаю, искренне желаю вам продолжать работать в том же стиле. И дай вам Бог. Ой, в этой сфере все зависит от галеристов. Но таланты не пропадают. Они только требуют огромного терпения, труда, труда, труда и денег. У них не материалы. Может быть, у вас получится. Должно получиться. И спасибо конкурсу, который поднимает вас, дает вам возможности. И, пожалуйста, кто слушает меня, кто видит это все, ставьте лайки. Ставьте лайки, и пусть число просмотров будет подниматься до сотен, тысяч, десятков, тысячи миллионов. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому